Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение посланий святаго апостола Евангелиста Иоанна Богослова. И сегодня мы будем с вами делать обзор его второго послания. Второе послание апостола Евангелиста Иоанна Богослова адресовано к некой госпоже и к ее детям. Одни экзегеты считают, что госпожа и ее дети – это конкретная христианская семья, другие экзегеты, которых больше, считают, что госпожа и ее дети – это церковь и чадо Божие, рожденные в ее лоне. Это послание содержит всего лишь одну главу и было написано незадолго до сотого года от Рождества Христова. Православная толковая Библия преемников Лопухина сообщает, что в этой главе есть несколько тем с первого по третий стих надписание авторства похвала избранной госпоже и детям ее и приветствия с первого по третий. Далее. Выражение радости и преподание заповеди к любви и благочестию с четвертого по шестой стих предостережение от лжеучителей с седьмого по одиннадцатый стих известие и приветствия с двенадцатого по тринадцатый стих И мы читаем первый абзац с первого по третий стих первая тема надписание похвала избранной госпоже и детям ее и приветствия Первый стих Старец избранной госпоже и детям ее которых я люблю поистине и не только я, но и все познавшие истину Автор этого послания называет себя Старцем без уточнения откуда он, каково его имя Возможно, что в те времена само это выражение Старец указывало на одного человека то есть на старейшего из апостолов который еще сохранялся в живых По поводу госпожи и ее детях как я уже сказал, существует две точки зрения Одна, что это действительно какая-то женщина славная богатая иначе бы она не называлась бы госпожою и у которой были дети скорее всего она была вдова но более распространенная точка зрения что госпожа это церковь а дети ее это рожденные в ее лоне действием призывающей благодати Духа Святаго Старец избранный госпожей детям ее которых я люблю поистине что значит люблю поистине любовь бывает разной как я часто говорю если на улице остановить 10 человек и каждого спросить что такое любовь мы можем получить самые разные ответы включая самые экзотические но когда здесь апостол-евангелист Иоанн Богослов уточняет которых, то есть детей этой госпожи предположим церкви я люблю поистине он говорит о том что к закату своей жизни в нем любовь состоялась в полноте а библейское определение любви в положительном истинном значении любовь есть совокупность совершенств старец избранный госпожи и детям ее которых я люблю поистине и не только я но и все познавшие истину истина заключается в том это раскрывается подробно в первом послании Иоанна Богослова что Бог есть любовь и любить поистине означает само это чувство любви истинной любви воспринимать в своей душе как причастность к Богу который есть любовью в абсолютном и совершеннейшем значении старец избранный госпожей детям ее которых я люблю поистине и не только я но и все призывающие истину второй стих ради истины которая пребывает в нас и будет с нами вовек третий стих да будет с вами благодать милость мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа Сына Отчего в истине и любви Архиепископ Аверкий Таушев пишет Начиная послание апостол умалчивая о своем имени называет себя старцем надо полагать по возрасту имея в виду свои преклонные лета ему было тогда около ста лет в понятие избранной госпожи которой адресовано послание заключается понятие женщины-христианки именитой почитаемой обладающей быть может и высоким положением каковы были например римские матроны так как здесь говорится о детях но не упоминается о муже то надо полагать она была вдовою апостол говорит что это благочестивое семейство любят поистине то есть любовью во Христе не только он сам но и все познавшие истину то есть христиане но вот объяснение Цезария Архского авторитетного древнехристианского экзегета он пишет это избранная госпожа церковь которой пишется послание она и в вере избрана и есть госпожа добродетелей это из трактата на семь кафолических посланий и здесь надо обратить внимание на то что скорее всего это послание не было адресовано конкретной госпоже и ее конкретной семье и владыка о верке ошибается иначе бы это послание не называлось бы соборным соборное означает имеющее кафолическое значение так все послания Павла имеют конкретных адресатов римскую церковь коринскую церковь эфесскую отдельных людей Тита Тимофея и так далее а здесь речь идет о сборнике соборных посланий имеющих кафолическое значение то есть адресатом таких посланий является вся церковь и люди рожденные в ней действием благодати рассмотрев этот вопрос мы идем дальше следующий абзац с 4 по 6 стих выражение радости и преподание заповеди к любви и благочестию и мы читаем 4 стих и ниже я весьма обрадовался что нашел из детей твоих ходящих в истине как мы получили заповедь от отца и ныне прошу тебя госпожа не как новую заповедь предписывая тебе но ту которую имеем от начала от начала это означает от книги бытия потому что по-еврейски она так и называется берешит то есть от начала чтобы мы любили друг друга любовь же состоит в том чтобы мы поступали по заповедям его это та заповедь которую вы слышали от начала опять же называется первая книга Библии Ветхого Завета чтобы поступали по ней здесь совершенно конкретно апостол Иоанн Богослов говорит о том что любовь это не всегда чувство да это чувство но чувство подчиненное Богу таким образом он выражает и формулирует понятие любви в библейском контексте любовь состоит в том чтобы мы поступали по заповедям его и теперь если вы откроете любой катехизис христианский православный рима католический протестантский в разделе в разделе вера изучается апостольский или никейский символ веры в разделе надежды изучается молитва отче наш а в разделе любовь изучаются заповеди синайского деколога десять заповедей десятисловия и евангельские заповеди блаженств то есть христиане всех направлений соглашаются с тем что любовь это не просто чувство это стремление исполнить волю того кого мы возлюбили Бога Отца и Сына Его Господа нашего Иисуса Христа Блаженный Феофилакт Болгарский пишет поистине дело весьма радостное найти человека непреткновенно идущего поприщем веры во Христа по его заповеди какая же это заповедь та о которой Христос говорит в Евангелии кто любит меня тот соблюдет заповеди мои здесь отсылка к Евангелию от Иоанна 14 глава 23 стих далее Феофилакт продолжает отцом называет здесь Христа потому что он есть и отец тех сыновей которые по домостроительству даны ему отцом небесным как сказано вот я и дети которых дал мне мне Бог отсылка пророку Исаии 8 18 примечай и здесь подлинность настоящего послания в этом случае оно согласно со сказанным в первом послании здесь отсылка к первому посланию 5 глава 2 3 стих знаем что любящий Бога соблюдает заповеди его ибо поступать по заповедям тоже что соблюдать их немножко непонятно поступать по заповедям тоже что соблюдать их а почему так сказано потому что человек имея намерение поступать по заповедям не всегда может точно осуществить задуманное. Но само это намерение вменяется в исполнение любой заповеди. Поэтому здесь мы читаем у блаженного Феофилакта «Ибо поступать по заповедям тоже, что соблюдать их. Добродетели деятельны, и бытие имеют тогда, когда совершаются. Посему кто перестал ходить в добродетелях, тот и не хранит их. Ходящих, сказано, с мыслью указать на преуспеяние необходимо. Ибо чем более кто действует в добродетели, тем далее уходит вперед, тем больше и приобретает навык к добру. Посему, думаю, сказано и сие, во что желают проникнуть ангелы». Здесь отсылка к 1 Петра, 1 глава, 12 стих. Феофилакт продолжает. «Ибо благо, дарованные нам, вот человечившимся словом, столь велики, что и ангелам желательно получить, хотя некоторые понятия о них. Ибо так нужно понимать, проникнуть в значение этого слова. Всякий благоразумный желает того, что не прекратится, но продолжится навсегда. И как неисчерпаемое нельзя всецело обнять, то желательно, по крайней мере, насколько возможно, сделаться участником в нем». Здесь, в окончании этой цитаты из блаженного Феофилакта, мы можем выделить вот эти слова «всякий благоразумный желает того, что не прекратится, но продолжается навсегда». Речь идет о том, что те евангельские добродетели, которые предлагаются нам, они не теряют своего значения даже вечности. Человеческая любовь, она у многих людей прекращается уже к старости, плоская любовь. Человеческое стремление к благу затихает с первыми старческими недугами, и мало что остается от того, что является доминирующим в молодые годы жизни любого человека. Но вместе с нами в иную загробную жизнь уходят те добродетели, которые обладают непеременчивым вечным значением. Далее, с 7 по 11 стих идет предостережение от лжеучителей. И мы читаем. «Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего воплоти». Речь идет о том, что эти обольстители, они неисповедуют «во человечевшегося, воплощенного Бога». И Иоанн Богослов резюмирует. «Такой человек есть обольститель и антихрист». Он несколько раз на страницах первого послания также касался этого вопроса. Архиепископ Аверки Таушев пишет, комментируя 7 стих, «Вторая половина послания посвящена предостережению от опасного влияния обольстителей, неисповедующих Иисуса Христа, пришедшего воплоти, то есть отвергающих истину воплощения Сына Божия». На самом деле, те, которые начинают сомневаться в истинах церкви, они неизбежно приходят к окончательному разрыву с ней. И в этом серьезная опасность. Например, церковные учения о приложении святых даров из хлеба и вина в его тело и кровь, оно прямо проистекает о вере в божественное воплощение Сына Божия. Когда оставив небеса, он воплощается здесь, на земле, как истинный Бог и как истинный человек. Конечно, как Бог, он продолжает оставаться и на небесах, и на земле, и в других местах Вселенной, но как воплощенный Бог в своем истинном человечестве, он имеет положение во времени и в пространстве. И из этой веры проистекает вера в приложение святых даров, тем более, что сам Христос неоднократно подтверждает эту истину, ставя знак равенства между собою и тем святым причастием, которое предлагается нам в церкви в виде его тела и его крови. Далее мы читаем с 8 стиха по 11. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Здесь, в начале этого отрывка, 8 и 9 стих, сначала говорится о том, что необходимо наблюдать за собою. Что это значит? Мы очень серьезно наблюдаем за состоянием своего тела, даже за выражением собственного лица. Я уже не говорю о прическе, о той одежде, которую мы примеряем на себя и потом ее носим. Но наблюдать за собой в данном случае означает критически осмысливать самого себя. Как в блаженной памяти мой покойный духовник Партерей Дмитрий Дудко говорил, «Мы все должны сомневаться в собственной православности, никогда не испытывая сомнения в православии, как в учении церкви». И действительно, иногда человек, в общем-то, православный, может испытывать разные влияния. Особенно это было сильно распространено в XVIII веке, когда в нашей церкви были две школы, две партии, две группировки. Одна партия, которую возглавлял Феофан Прокопович, это православные архиереи и священнослужители, которые отталкивались от протестантского рационализма. Другая партия, группировка, это та, во главе которой стоял Стефан Яворский, они отдавали предпочтение именно римно-католической схоластике перед лицом неопротестантизма Феофана Прокоповича. И совсем немного было тех, которые никогда в полемике с католиками не использовали протестантские аргументы, а в полемике с протестантами никогда не использовали католические аргументы, но чаще это были миряне. Вот как это ни странно, ни парадоксально. Или смиренные старцы русских монастырей, таких как «Оптина пустынь», например. В XIX веке мы знаем одного такого автора, очень последовательного, настоящего богослова, был мирянин Алексей Степанович Хомяков. Оценивая труды других богословов, мы нелегко можем найти те или иные влияния. «Поэтому призыв «наблюдайте за собой», он имеет основание, чтобы нам не потереть того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». И теперь 10 и 11 стих. «Кто приходит к вам, говорит и пишет апостол любви Иоанн Богослов, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий, то есть одобряющий его, участвует в злых делах его». Достаточно строго для апостола любви Иоанна Богослова, но истинная любовь так и раскрывается. Истинная любовь раскрывается в бережении основ веры, которые мы получили от наших благочестивых предков и обязаны сохранять как целомудрие веры. сейчас многие нуждаются в целомудрие веры, которые разменивают веру наших отцов на всевозможные измы, влияния или со стороны протестантского рационализма, или со стороны латинской схоластики, а иногда мы встречаемся уже и с веяниями полубуддистского, полуиндуистского характера. Это очень печально. Феофилакт болгарский блаженный пишет, если же будем приветствовать нечестивых, что прилично только в отношении к единонравным и единоверным, то этим показываем, что мы вообще не с ними и что они уже увлекли нас в свое нечестие. То есть иногда мы можем выстраивать отношения с людьми, отталкиваясь от принципа миссионерской открытости, но при этом мы никогда не должны забывать о том, что для кого-то это может оказаться и неким соблазном. Культурно-исторический комментарий экзогетический сообщает, «В свитках Мертвого моря говорится, что тот, кто поддерживал отношения с изгнанными из общества, рассматривался как сторонник отступника и сам исключался из общины, как отступник. Принятие в доме или благословение лжеучителя тем самым расценивалось как сотрудничество с ним». Конец цитаты. Далее идет абзац с 12 по 13 стих «Известие и приветствие». Читаем 12 стих. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Оказывается, братья и сестры, что радость может быть полной только при очном общении. Это, может быть, трудно объяснить и есть некое преимущество в том, что сейчас мы можем обращаться к очень большому количеству людей с помощью интерактивного вещания и так далее, и так далее. Но Иоанн Богослов здесь настаивает на том, что да, можно писать много слов чернилами, но надо надеяться прийти к людям и говорить устами к устам, чтобы радость их была полна. например, боговиц Моисей, он называется именно боговицем, потому что он общался с Богом не только через его слово записанное, он сам составил первое такое слово в формате пятикнижия, но прежде всего через личное общение с Богом лицом к лицу. Поэтому будем дорожить любой возможностью посещать лекции, где выступают известные проповедники и миссионеры, чтобы не только в формате электронного вещания, но и в живом общении с подвижниками веры получать наставление от них. оканчивается первая глава, она же последняя и само второе соборное послание апостола евангелиста Иоанна Богослова словами «Приветствуют тебя дети сестры твоей», что значит дети сестры твоей, другой поместной христианской церкви или общины, избранной, то есть избранной так же, как и эта община, к которой обращается апостол-евангелист Иоанн Богослов и завершает приветствие словами, так хочется сказать словами, но на самом деле он произносит всего одно слово «Аминь», который переводится на русский язык, двумя словами «Истина так». «Истина так». Последняя мысль очень значимая здесь апостол-евангелист Богослов настаивает на том, что нет разницы между христианскими общинами на Западе или на Востоке, нет разницы между поместными церквами, каждая церковь христианская, где бы она ни находилась, она является источником святости и подлинной благодати, подлинной любви. Поэтому замыкаться в рамках только собственной поместной церкви – это грех филитизма. Филитизм был назван также ересью. Какая опасность в этом есть? Если какая-то отдельная группа будет настаивать на том, что только русское православие настоящее или только греческое или только болгарское, а такое было, эти люди приближаются к опасной черте, за которой ересь и отпадение от общения в любви. Это касается отдельно взятых христиан, которые иногда замыкаются сами на себя и противопоставляют свой религиозный опыт, опыт у других людей, но Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой». Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в личной домашней молитве мы чувствовали бы соборную ответственность и соборную сопричастность всех христиан друг ко другу, где бы они ни жили. Спасибо вас, Христос! Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. «Экзегет»